Народ, всем большой привет! Приветствую вас на канале VS Family Van На канале об автомобилях Все об автомобильной жизни штата Флорида Город Сегодня разные города Выезжаю из города Нейплс, еду в город Форт Майерс Еду для того, чтобы, ребят Сегодня будет дубль 2 Будем пробовать Дубль 2 или дубль 4 уже Будем пробовать поменять мой Volkswagen Atlas Который 2019 года Купил его в прошлом году Поменять на Jeep Wrangler 2021 года Который 4xE Это я вам показывал Есть у меня обзор, кто вдруг не видел Посмотрите, это гибридный Новая модель Скажем так, в этом году она появилась В прошлом году она появилась Jeep Wrangler гибрид Обалденная тачка Очень хочу давно себе американский автомобиль Долго думал на тему Рэм Который Пикап Трак Очень уж мне понравился Прям ходил Облизывался Но Мне не нужен Пикап Трак Соответственно Я пока не понял Зачем мне эта машина А как разъездная Для бизнеса Она на самом деле Очень получается Затратная И бесполезная Для меня Вот Поэтому я Что-то как-то Не решился Пока что Ее взять А вот Wrangler Даже несмотря на то Что он может быть у меня Как разъездной То есть когда я доставляю Автомобиль Кто вдруг не знает Занимаюсь Сдаю в аренду Автомобилей Соответственно Когда я сдаю Я потом должен На чем-то вернуться И как правило За мной Кто-нибудь едет И соответственно Одна машина В общем Должна Еще получается Как быть Запасная Домашняя Я решил Все-таки После опыта С Toyota Sienna Гибрид Я решил Что Гибрид Это Совершенно Замечательное Изобретение Инженерной Человеческой Мысли Нашего поколения Супер Просто Ребята Всем рекомендую Попробовать гибриды И кто бы что Не говорил Ни в какое сравнение С бензином Это не идет Ни по мощности Ни по тому Как Какая динамика В общем Куча-куча плюсов И конечно же Соответственно Плюс в том Что огромная Экономия бензина Да Ребят Понятно Что бензин У нас может быть Для наших заработков Не такой дорогой Но все равно Неохота Тратить лишних денег И поэтому Особенно Когда расстояние Большие Я В общем Нравится мне Мне просто нравится Хочется И давно Честно говоря Смотрел на Ауранглер Хотел взять Не знаю Получится или нет Потому что Уже То есть Один из менеджеров Который у меня Есть там Он не смог Мне сделать Я поехал к тому Кто мне делал Сиену Если помните Кто смотрел Или посмотрите У меня были Не очень Простые обстоятельства Купить себе Сиену Тойота Сиена Новую В общем Не хотели мне продавать И Я ее все равно Купил Благодаря Вот Крису Который работает Форт Майерс Ну в общем Сейчас буду пробовать Снова И посмотрим Он обещал помочь Получится Не получится Кредитное Премие все равно Увеличивается За 33 тысячи Я уже говорил Они принимают Мой Вольсваген Вот этот вот 33 тысячи долларов Они готовы Его принять Та машина Стоит 56 тысяч На сегодняшний день 55-600 По-моему Или 55-500 В общем Все покажу Точно Не знаю Получится Не получится Все Вам естественно Запишу ролик Как всегда Как есть Нет у меня Принципиального То что Блин Край-край Надо взять Вот по-любому Нет Не стают Как получится Так получится Как выйдет Так выйдет Эта машина У меня более того Она еще забронирована Под аренду И поэтому Мне придется Клиенту менять То есть Что-то предлагает Другое В принципе Вполне себе Реально Но вот сейчас Глады поменять В общем Отправляемся Смотреть Все расскажу Покажу Как всегда Все в курсе Ну и естественно Походу На площадке Поснимаю Вам машины Которые там будут Что будет новенького Обязательно Сообщу Покажу Поехали Да ребята Я на своем канале Всегда говорю Что я ничего Не покупаю Ничего не продаю Ничего не предлагаю Но при этом Предлагаю Подписаться На мой инстаграм USFamilyvan И если же Все-таки Кому-то Вдруг понадобится Подбор автомобиля Вот Во Флориде Тут недалеко То В принципе Я оказываю Эту услугу Просто в качестве Такого Приятного Для себя Хобби Потому что Люблю заниматься Машинами Мне всегда приятно Когда находятся Нужные автомобили Для клиента Но я не занимаюсь Этим как бизнесом Я не Занимаюсь Битыми Всякими Вот этими Поломанными Автомобилями И так далее То есть Я занимаюсь Только новыми Из салонов Имеется ввиду Свежими Понятными Прозрачность Историй То есть Когда вам нужна Сикоя Тундра И так далее Сиена Например Вот сейчас Запросов Очень много Уже Три запроса За неделю На Сиену Это пожалуйста Поэтому Это отдельная песня Если что Пишите То с удовольствием Договоримся О помощи Не безвозмездной Ладно Отправляемся Ну кстати Ну кстати Объясню Моменты Почему Я хочу Еще Заменить Автомобиль Помимо Желания Быть Обладателем Джип Вранга Эта машина Мне крайне Понравилась Если бы она У меня была Единственная Я думаю Что ни за что Бо я ее Не поменял Честно скажу Я недавно Записывал Обзор На Вольсваген Атлас Свой Который у меня 21 года И там Я рассказал О плюсах Минусах О всем О том Что Как бы Я думаю Об этой машине А мысль у меня Максимально положительная Это мой первый опыт Вообще С Вольсваген Ну и тем более С Вольсваген Терамонт Или он же Атлас На сегодняшний день У меня Как вы видите Пробег составил Уже Почти 40 тысяч Миль И соответственно За этот момент У меня не было Никаких нареканий К этому автомобилю Автомобиль мне Очень понравился Автомобиль Огромный Там вот Ну вам надеюсь Видно Есть Еще большой Третий ряд Белый На белом салоне Это В6 Вообще Автомобиль Шикарный И я Честно Я влюбился В Вольсваген В Вольсваген Атлас Прежде всего Поэтому Будь он у меня Единственный Я бы ни за что Его не менял Но Сейчас Постоку Поскольку Я покупал Этот автомобиль Крайне По выгодной цене И мне предложили Практически На Ну почти На Четыре с половиной Тысячи долларов Больше Чем я его покупал Год назад Плюс Он мне за год Принес Порядка Двенадцати тысяч долларов То есть Я считаю Неплохое дело И в принципе Почему бы его не поменять Потому что Ну так или иначе Все равно Это немец Пробег бежит И рано или поздно Он начнет Чего-нибудь просить А я как бы Не хочу давать Потому что Автомобили у меня Носят Как бы В большей части Коммерческий характер Плюс Я уже говорил Что В бизнесе По аренде автомобилей Есть два Самых популярных Автомобиля Это Jeep Wrangler И Ford Mustang Поэтому Я хочу попробовать Насколько Будет у меня Востребован Jeep Wrangler Тем более Гибрид Ну Все тоже Расскажу Покажу Объясню Как будет идти Бизнес с Wrangler Если мне Удастся его взять Единственное Но Разница в цене Составляет Ну Практически 25 тысяч долларов Что в принципе Очень-очень Существенно Смогу ли я сдавать Дороже этот автомобиль Имеется ввиду В Wrangler Или же я Как бы Оставлю это То есть Я не смогу Дороже сдавать Сразу говорю То есть Если у меня Этот автомобиль К примеру Ездит по 100-110 долларов В сутки То в Wrangler Наверное Будет 110-120 Ездить Что в принципе Ну Не существенно Как бы Особо Честно говоря 10 долларов Но машина Новая 3000 всего Пробега 21 год На вторичном рынке Крайне востребованная Я про Wrangler И на Всего Должно быть Я считаю Свой определенный Срок Вот смотрите Как ездят люди И на чем Макларен Пожалуйста Вашему вниманию Вот так видите Ну кстати Нередкое На самом деле Зрелище Честно скажу Макларен Встречается На Хайвеях И конечно О А вот смотрите Следом Тоже Ну вот Прям Сегодня Сегодня Прямо Даже Даже Смотрится Простецки Ну И вот Вам Камри Ну Камри Топ Там Понимаете 6-8 секунд Максимум От нуля До Чайханы Поэтому Черной Камри Это все равно Топчик Топчик Никакой Чити Не сравнится Согласитесь В общем Вот так Ладно Поехали Ребята Будем Вам Рассказывать Сегодня Будет У меня Видео О том Как Делать Нельзя Вот так То есть Не пробуйте Повторите Это Не надо Я покажу На моих Ошибках Посмотрите Все Вот видите Тянет За собой Рвишка Машину Стабильно Это вообще Частое Тоже Зрелище Ну Кстати Если Сказать Про Функционал Автомобилей Например Да То Ну В сравнении То что я пытаюсь Поменять Конечно Безусловно Терамонт Или Атлас Он не сравним По масштабам По объему То есть Три ряда Сидений И Размеры Больше Чем у Лэнд Круизера Триста То есть Это прямо Топ По размерам По функционалу В принципе Все схоже То есть Там же Я показывал Есть тот же самый Экран Медиа системы Управление То есть Все В принципе То же самое Стоит Автосвет Датчик дождя Apple CarPlay Конечно же Ну В общем Все функции Которые есть И Также Отсутствует Круиз контрол Который Полностью Автономный Ну вот Кстати Красавчик Рэм Поехал 4х4 Лорами Комплектация То есть Имеется Ввиду Что Адаптивного Круиз контроля Ни там Ни здесь Нет Поэтому Тут я Ничего Не теряю Не теряю А я А я Его Страшно Влю Потому Что Посмотрите Вот Я еду С вами Разговариваю Все время По дороге Дорога ровная Ничего не происходит Вот я Сейчас Выставил Круиз И он У меня Едет Все Хотелось бы Чтобы еще Поддерживал Полосу Пока Я тут Вам могу Включить Выключить Показать И Хотелось бы Чтобы он Смотрел Чтобы я Не втемяшился С С С С С Впереди Идущий Ставил Сейчас Скорость Там Поставил 73 Вот И он У меня 73 Едет Ну Вот Этих Функций Конечно Не хватает Но Посмотрим Есть у меня Ребята Еще одна Идея Сразу С вами Поделюсь Как я Это Сложить Сейчас Я должен Смотреть За Передыдущим Автомобилем А я В этот Момент Вам Видео Снимаю И соответственно Когда у меня Адаптивный Круиз Я вот так Ровно Еду И не парюсь Он Постоянно На Вот Этих Дорогах Что Еще Хочу С вами Поделиться Есть Такая Идея У меня У меня Просто В гараже Мертвым Груном Стоит Моя Новая Акура 22 Года И я Думаю Если У меня Не удастся Поменять Вот Эту Машину Которая Востребована У меня Сейчас В аренде То Возможно Я Поменяю На Бай И Вот Потому Что Не 4 X И Она Называется Не 4 X Этот Вранглер А он Называется Правильно 4 Бай И То Есть Полный Привод Электрический Вот Так Вот Примерно То 4 Не 4 На 4 Привод А 4 На Электрический Привод Ну Короче Говоря Есть Вот Такая Еще Идея То Возможно Я Просто Акурус Скину И Возьму Джип В общем Все Вам Сообщу Надо Чего-то Навести Суету В общем Пока Это Просто Суета Сколько Там Рационального Зерна Не знаю Потому Что Пока Я Не Попробую Что Как Сдается Ну Нет То Многие Скажут Вот Ты Идиот Хочешь Поменять Новейшую Офигительную Акуру На Практически Уазик Да Ребята Я Такой Как Его Еще И найти Надо Вот Хочется Реально Вот Супер Прямо Классно Но Не Прет Меня От Ни Ну Никак Никакого В ней Нет Такого Драйва Который Бо Хотелось Либо Просто Ну Как То Не Зашла На Мне Просто Не Любовь Вот Такая Вот Личная Знаете Как Сказать Все Шикарно Все Отлично Все Супер Ни Одного Недостатка Я Не Нашел Но Вот Хочется Чего Такого Эдакого Или Как Я Уже Скал Просто Навести Суету Возможно Это В голове И Ничего Другого Никакого Рационального Зерна Нет Но Рациональное Однозначно То Что Я Собираюсь Взять И Более Востребованный Автомобиль Не Ожидав Я Что Акура У меня Почему То Абсолютно Не Востребована В аренде То есть Крайне Редко Ее Берут И Как Как Не Заходит На Роду Не Могу Сказать Редко Редко Это Самые Редкие Два Самых Редких Автомобиль Которые Меня Берут В аренду Это Акура И Хонда Пилот Куда Ни Шло Еще Все Равно Ездит А Акура Совсем Редко Поэтому Я В общем На Эту Тему Тоже Сказать Что Я Хочу Держать Автомобиль Для Себя Нет Хочу Я Сдавать Да Но Не Сдается Для Себя Для Себя То В общем Вот Такие Мысли Ладно Едем А то С вас Заговорил Ну А пока Я жду Своего Менеджера Я вам Поснимаю Как Обычно Цены На Тойоты Да Вообще На машины Сейчас Поснимаю Ну Давайте Здесь Тойотки У меня Стоят Посмотрим РАВ4 Почем Нынче Ребят Смотрите Стоит РАВ4 Блин Даже Нет Дисков Просто Обыкновенные Стоят Видите Колпаки На Ткани Люка Нет Короче Это По-моему Самая Простая Комплектация Да Л И Но Зато Полный Привод Но Л И РАВ4 Кстати РАВ4 Этот Собирается Посмотрите Гибрид Что ли Нет Двигателя Не слышу Похоже Гибрид Да Это Похоже Гибридная Версия Потому что нету звука Двигателя 65 Канада И процент 10% Только Япония А так Канада И Висей Не слышно Двигателя Вообще Так И нет цены К сожалению На эту машину Ну ладно Сейчас покажу Где есть Цена Лучше Ну вот Нашел я вам РАВ4 Он правда Присолт То есть Это уже Предоплатная Машина Ждет своего Клиента То есть Она уже Продана И здесь Есть ценник Тканевый Салон Но салон Светло Бежевый А вот здесь Вот вставки Под кожу Тоже прикольно Смотрится Смотрите Цена у него 3675 У нас США Для тех Кто покупает Здесь еще Будет налог 7% Ребята Поэтому Машина Обойдется Ну плюс Всякие допы Там и так далее То есть Итого Еще трешничек Довести Вот будет цена Л и комплектация Гибрид Как раз Вот сейчас Отъезжал Без звука Такая же машина Ну и Что сказать Топчик Highlander Ребят Я не знаю Честно Ну По мне Я бы Конечно Highlander взял Безусловно Машина Очень хорошая Тем более Смотрите Это я даже не знаю Вот Солт уже У него Здесь Ого У него здесь Короче Панорама У него Двухцветный Салон Бежевый И коричневый Ну это Видимо Либо Так Сейчас подкажу У него Панорамная Крыша Это скорее всего Либо Платинум Либо Лимит Это уже Так Давайте Глянем Highlander Платинум Нет Это у нас Платинум Так Называется Есть Все Обычно Говорят О таких Машинах И я Вам Сейчас Скажу Сколько Стоит Платинум Давайте Глянем А 49 899 Ну в принципе Ребят Ну Еще Довешиваемся Трешничек Примерно 3-4 тысячи То есть 53 тысячи За эту машину А что бы Нет В Платинум Там Раздельные Капитанские Кресла Сейчас Не знаю Будет видно Через тонировку Вот так Вот покажу Да Видите Два Раздельных Кресла С подлокотниками Третий ряд Естественно Большая Большой экран Стоит Дюбель Музыка Короче Это Все Есть У машины Все Естественно Вентиляция Сидни Подогрев Сидни Короче говоря Шикарная Автомобилька На самом деле Единственное По моему Это же Не гибрид Они есть Еще гибридные Вот гибрид Прям Все Я теперь Поконник гибридов Ребята Очень красивый Вот этот Белый Перламутр Цвет У меня Сиена Такого же Цвета Шикарно Смотрится Посмотрите Какой Отлив Блин Сейчас Я попробую Вот так Вот вам Как-то Навести Чтобы было Видно Цвет Блин Не знаю Даже Как так Сделать Короче Очень красиво Вот так Вот наверное Видно Я надеюсь Он Переливается Почти Как От Серебряного До Ну Перламутра Прям Жемчужный Цвет Очень Красивый Даже Машина Пыльненькая Когда Я Намоешь Она Вообще Просто На Солнце Горит Это Ребята Прямо Прямо Топчик Прямо Супер Платину Ну Вот вам Сегодня Цена На Платину Показал Большая Сейчас Редкость Такие Машины Сразу Расходятся Или Везутся Под заказ Машинки Расходятся Как Горячие Пирожки Вот Прикручивает Номера Все Отправляется Форанер Проданный Крис Это Хай Крис Ну что Ребята В общем Следите За событиями Сегодня Я подал Заявку Заполнил В общем Жду Сказали Что Посмотрим Никакой Спешки Никаких Эмоций На Эту Тему Как Будет Так Будет Вообще Абсолютно Спокоен Потому Что Никуда Не Тороплюсь Ничего Не Спешу Машина У меня Это Еще Как Б Имеет Броне Поэтому В общем Все Спокойный Режим Но Буду держать Вас в курсе Сегодня Вот Такой У меня День Не Успел Даже Поехать Вам Позаписывать Еще Про Тачки Но Зато Записал Такой Влоговый Формат